Вот ключ, которым много, 50 лет назад открывали нашу школу. И вот как-то вот, когда я его вновь увидела сегодня на линейке, такие воспоминания как-то всплыли. Это теперь ученики называют ее Ольга Викторовна. 50 лет назад она, как теперь и эти ребята, с букетом цветов, ключом от знаний, шла в первый раз, в первый класс, в новую, только что построенную школу, которая стала для нее по-настоящему родной. Шли годы, школа стала гимназией, менялись предметы, методики преподавания и даже страны. Неизменным оставались традиции и желание быть лучшими для своих учеников. Техника новая, и компьютеры, и доски, вот эти вот смарт-доски, то есть и оборудование тоже приходит новое. Несколько лет назад в гимназии появилась и новая традиция – учат в школе. Теперь не только теории. В августе ребята, как и сотни севастопольских старшеклассников, получили возможность на практике показать свои умения и проявить таланты на первом месте работы в родной гимназии. Очень много труда они приложили к тому, чтобы подготовить нашу школу к началу учебного года. Они и убирали, и помогали с документами, выполняли разную работу. Условия труда, конечно, самые щадящие, всегда рядом с наставником. Ведь начинающим работникам от 14 до 18 лет устроиться на первую в жизни работу и подобрать вакансию по душе стало возможным благодаря городской программе по трудоустройству несовершеннолетних подростков от Департамента труда и соцзащиты и Центра занятости. В Севастополе она работает уже в течение пяти лет. За это время к программе присоединились не только школы, учреждения культуры и спорта и даже частные предприятия, а официальную временную работу нашли более 4,5 тысяч подростков. Только в 24-й гимназии на летних каникулах трудоустроили 30 учеников. И вот теперь, в день рождения школы, на юбилейной линейке ученикам гимназии торжественно вручили их первые трудовые книжки. Самое главное, что они получили не просто трудовые книжки, а какой-то жизненный опыт, потому что труд, он не просто оплачивался, это был труд, это действительно было дело, сделанное впервые в жизни, которое было оценено по достоинству. Мы это все разбираем по датам в нарастающей последовательности от января до декабря. Теперь у девятиклассницы Влада в рюкзаке не только учебники, тетради, но и книжка трудовая. Первая и пока единственная запись – подсобный рабочий, как результат двухнедельного труда на благо родной школы. Я очень хотела летом устроиться на подработку, и когда я узнала, что в школе трудоустраивают, и причем официально, я была очень рада, что у меня появится такая возможность. Первая зарплата – это большое событие в нашей жизни, потому что смс-кий звук я не слышала, только слышала «Ура!» И это означало, что все, все сбылось. Труд, конечно же, был вознагражден за свою работу, школьники получают зарплату и материальную помощь, но для многих даже это не главное, ведь трудоустройство для подростков, в том числе, возможность почувствовать себя независимым. Причем подобрать вакансию по душе можно не только летом. Например, уже на осенних каникулах работу получат еще 15 учеников 24-й гимназии. Александра Ковалева, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.